Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ольга Максименко. Спасибо, что начинаете эту рабочую неделю вместе со Своё ТВ. И вот какие темы сегодня вечером обсуждает всё Верхникаме. Родился в рубашке и набрал тысячи лайков и просмотров в сети. Кадры спецоперации по спасению пса из Пыскара покажем через пару мгновений. Унитаз, полный воды и ванны, затопленные чуть ли не до краёв. Как жители одного из домов по улице Менделеева выживают в таких диких условиях? И долгожданные решетовские встречи состоялись. Стихи каких современников признаны самыми удачными? Об этом и не только расскажем в ближайшие полчаса на Своё ТВ. Ещё один дом в Березняках в эти минуты исчезает с лица города. Причина его аварийное состояние. В эти выходные к сносу Свердлова-114 приступила подрядная организация из Нижнего Новгорода ООО «Хортеция». Это уже второй снесённый дом в 2021 году. Первым был 86-й дом на юбилейный. Их и ещё 136 домов в Березняках расселяют по специальной программе. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным в результате техногенной аварии. По ней новые квартиры получат более 14 600 граждан. Всего же в течение этого года предстоит убрать 15 домов. Их адреса вы сейчас видите на экране. Некоторые из домов пока ещё не расселены, и их жильцы ожидают своей очереди. Однако, как говорят специалисты Управления капитального строительства администрации города, все они будут расселяться вплоть до третьего квартала 2021 года. Съехать куда угодно наверняка готовы были в минувшую пятницу герои нашего следующего сюжета. Унитаз полной воды и ванная, затопленная чуть ли не до краёв. В таких условиях березняковцам пришлось выживать больше суток. В чём причина коммунальной аварии и как именно вы можете повлиять на то, чтобы подобное больше не повторилось, расскажет Любовь Битнер. Эти кадры стали поистине вирусными и мгновенно разлетелись по соцсетям. Как рассказывают жильцы 29-го дома на Менделеева сегодня, просто не знали, куда бежать. Санитаза всё на пол бежала, вообще вот так вот, через край. Я даже крышку не убираю, потому что там бумагу вот задерживают. А ванну где-то пополовину. Неожиданный потоп стал подарком на выходные для жителей сразу двух квартир. Одна из пострадавших Марина вспоминает минувшую пятницу с содроганием. Как потекло сначала в подъезде, а потом и в квартире. И как в какой-то момент этот день превратился в кошмарный день сурка. Почистили, я ушла из дому. Соседка вот только звонит, говорит, Марина, можешь домой не ходить, снова бежать. Через два часа ровно побежала. Мы им позвонили, они сказали, ждите до завтра. Как-то терпите, ну и всё вот. Особая сложность в этой ситуации была ещё и в том, что обе эти квартиры располагаются над Сокольным, а не на первом этаже. А это значит, что вышибить заглушку канализации, как писали ранее жители Березняков в соцсетях, желая помочь жителям затопленных квартир, здесь было бы попросту невозможно. Проблему в итоге решила аварийная бригада ООО БВК. Как пояснили нам коммунальщики, сегодня пришлось устранять сразу два подпора на сети канализации. И виновники тому, вот так сюрприз, сами жильцы, не обязательно пострадавшие, но как минимум их соседи. Причиной стали неправомерные действия потребителей, допускающих постоянный сброс в систему нерастворимых отходов и строительного мусора, приведших к засору внутридомовой системы канализации, а затем и канализационного колодца. Вот так безответственно стеление одних может привести в итоге к страданиям и реальному ущербу для других. Поэтому ресурсники очень надеются, что этот случай станет примером всем остальным жителям многоквартирок и в очередной раз напоминают простые, но важные правила пользования системой водоотведения. В первую очередь не допускать сброса в раковину и унитаз любых нерастворимых и биологически неразлагаемых предметов и веществ. Кажется, не такое уж и сложное условие для того, чтобы не стать однажды героем подобного эпичного ролика. Любовь Битнер, Влад Рычков, Наши новости. Душераздирающие истории, героями которых становятся собаки, в последнее время все чаще попадают в СМИ. Четвероногих буквально вытаскивают с того света после жутких издевательств людей. На прошлой неделе, например, мы рассказывали о неизвестном, который отстреливает бездомных псов прямо на глазах у детей. Но в минувшие выходные прогремела в социальных сетях новая история. Волонтеры провели настоящую спецоперацию по спасению собаки, попавшей в ловушку. Как это было? Уникальные кадры в нашем следующем репортаже. Едем в Пыскару. Спасать собаку. Есть информация, что где-то на окраине Пыскара из глубин старых очистных сооружений уже неделю доносится истошный собачий вой. История, которую поведали общественному инспектору в области обращения с животными Семену Ильину местные жители, не оставила ему выбора этой субботней ночью. Он собрал команду таких же неравнодушных людей, загрузил альпинистское оборудование и в путь. И вот волонтеры уже на месте. Но в ответ тишина. И нет понимания. Есть кто живой? Или уже слишком поздно? Сооружение, в которое провалилась собака глубиной около 10 метров. Нужно спускаться. Нашлась. Живая. Очень напугана. Но это как раз поправимо. И можно выдохнуть. Место, где провела собака всю неделю – несанкционированная свалка. Возможно, за счет остатков пищи и талого снега животному и удалось выжить в этой ловушке. Теперь у волонтеров новая задача. Нужно поднять собаку наверх. Она находилась в таком шоке, рассказывают волонтеры, что абсолютно не проявляла никакой агрессии. Не сопротивлялась и не делала попыток залаять или укусить. Лишь доверилась своим спасителям. И наверху жадно поела. От души. На колесины. Куси, позялюсь. Давай, кушай. Ой, матушка. Позже выяснилось, кстати, что это все-таки не малышка, а малыш. Молодой песик. Без сомнения, хозяйский. С поводком. И уж точно. Родившийся в рубашке. У него шансов немного было. Еще бы чуть-чуть. И вся талая вода пошла бы в эту емкость. И он бы там утонул просто. На ночь березняковские волонтеры оставили пса у жителей Пыскара, которые вызвали их на спасение. Но и на этом неожиданности не закончились. На утро пес сказал всем спасибо, перегрыз поводок и сбежал через подкоп из сарая. После побега волонтеры объявили о поиске собаки. Однако хэппи-энд случился сам собой. Спустя несколько часов блудный сын нашел-таки дорогу домой. Одна из жителей Пыскара, Тая Норина, сообщила, что ее исчезнувший неделю назад пес Арчи благополучно вернулся. А вот старые очистные сооружения по-прежнему открыты. Очистное сооружение с большим колодцем под сооружением 10-метровым диаметром и глубиной тоже, наверное, где-то 10 метров. Это септик, то есть если посмотреть, что такое септик, то есть это переливающаяся такая система. Вот такое сооружение осталось заброшенным на окраине Пыскара, в общем-то ничем не заколочено. И в темноте можно угодить в один из люков. В ловушку реально угодить не только любопытным животным. Трагедией могут закончиться детские шалости рядом с этим местом. Ведь неподалеку часто гуляют дети. Инспекторы в области обращения с животными после случившегося хотят всерьез поставить вопрос о консервации или закрытии опасных входов в сооружение. Соответствующую жалобу волонтеры планируют отправить в администрацию Березняковского городского округа. Ольга Максименко, Влад Рычков, Наши новости. И снова вандалы орудуют в городе. Около мемориала Победы в Березняках неизвестные пытались украсть часть ограждения. Пытались, потому что автор этого фото предотвратил возможное преступление. По словам очевидцев, на месте, по всей видимости, подрядчики сразу же восстановили целостность ограждения и вернули кусок забора на место. Мы обратились в администрацию города, где выяснили. Власти узнали о случившемся из соцсетей. Подрядчик тут же отреагировал, поэтому применять какие-то дополнительные меры не пришлось. Кроме того, буквально перед эфиром стало известно, что он же написал заявление в службу благоустройства. А те, в свою очередь, готовят заявление в полицию. При этом горожанам напомнили, подобные правонарушения и даже преступления караются по закону. Более того, у мемориала Победы установлена система видеонаблюдения. Поэтому все желающие присвоить чужое имущество себе сразу попадают в прицел камер, а после и правоохранителей. Продолжим выпуск криминальным обзором. В Березняках суд отправил в колонию женщину, которая родила ребенка от подростка. Подробнее об этом и не только уже готова рассказать моя коллега Алина Багрянская. Алина, здравствуй. Слушаем тебя. Приветствую всех. 32-летнюю женщину осудили за половую связь с несовершеннолетним и развратные действия. Знакомая семьи пострадавшего рассказала, что во время первых интимных отношений мальчику было всего 12 лет. Впоследствии дама родила от него ребенка. Суд признал девушку виновной и приговорил ее к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Знакомая семьи школьника сообщила, что потерпевшая сторона не планирует обжаловать решение суда. И даже испытывает жалость по отношению к осужденной. Сейчас восьмимесячную общую дочь подростка и осужденной воспитывают ее муж и мать. Продолжу новостью о ДТП. Утром 4 апреля в Березняках произошло столкновение на дороге с участием трех автомобилей. Водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля. Как сообщили в краевой полиции, ДТП произошло около 7 утра на 171-м километре трассы Перм-Березняки. По предварительной информации, 28-летний водитель Мерседес Вита по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Лада Вестой и Форд Фокус. Пострадали водитель Мерседес Бенц, его пассажир – женщина, водитель Форд Фокус и его пассажир. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, проводится проверка. Пользователи в социальных сетях обсуждают, что водитель минивэна предпочитал агрессивную манеру вождения. В Березняках выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Его выявили представители общественного совета при МВД и Совета ветеранов органов внутренних дел. Граждане незамедлительно сообщили о правонарушении в полицию. Стражи порядка, прибыв по адресу, установили, что женщина продала несовершеннолетнему юноше пиво. При этом она не поинтересовалась возрастом покупателя и не потребовала у него паспорт. Полицейские составили протокол – женщине грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Уже осудили еще одного березняковца за экстремизм в соцсетях. Виновный уже отбывал наказание в исправительной колонии в Соликамске. Он разместил во Вконтакте материалы экстремистского содержания. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал гражданина виновным и с учетом ранее вынесенного приговора по статье «Кража» с причинением значительного ущерба, приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ну и запретил администрировать информационные ресурсы в сети интернет на один год. На этом все, коллеги, вам слово. Что ж, спасибо, Алина. Добавлю пару слов в продолжение темы безопасности на дорогах. Краевые власти закупают новые камеры видеофиксации. На сайте госзакупок появился открытый аукцион. Стартовая цена контракта – 62 миллиона 300 тысяч рублей. На эти деньги планируется установить 263 камеры, подавляющее большинство из которых должны будут работать в Перемии. Однако несколько отправятся в том числе в Березнике и Соликамск. Продолжим дайджестом актуальных новостей страны, региона и Верхнекамья. Рубрика «В двух словах» далее в эфире. Граждане стали чаще материться в постах и комментариях. Таковы данные последней статистики. Как ни парадоксально, но вступившие в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете, сработали в обратную сторону. В течение двух месяцев с 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали 20 миллионов 200 тысяч публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику. Это на 10% больше, чем было в феврале-марте 2020 года. В 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы частные музеи смогут претендовать на субсидию до 500 тысяч рублей на свое развитие. Средства можно будет вложить в аренду помещения и оплату коммунальных услуг, создание и продвижение проекта в интернете или СМИ, приобретение и настройку ПО, переоборудование транспорта для перевозки маломобильных групп населения и другие нужды. В большинстве районов Приками на неделю ожидается теплая и сухая погода. Средняя температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса, а количество осадков составит от 60 до 80% нормы. Первые два дня в Прикамье будут прохладными. В понедельник и вторник в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 1-7. В дневные часы максимальная температура воздуха не превысит плюс 2-9. Возможны небольшие осадки. В последующие дни, 7 и 8 апреля, на территории Пермского края начнется потепление, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до плюс 5-11. Пик тепла на этой неделе придется на пятницу 9 апреля. Праздник всех творческих людей в Березняках в эти выходные состоялось долгожданное мероприятие для литераторов и художников – фестиваль «Решетовские встречи». В этом году он прошел уже в 20-й юбилейный раз. Подробности и имена лауреатов огласим прямо сейчас. 3 апреля – день рождения Алексея Леотидовича Решетова. Алексей Решетов – это имя известно, наверное, каждому жителю Березняков. После ухода из жизни поэта в 2002 году по просьбе его вдовы Тамары Катаевой в администрации города под руководством Игоря Попкова, тогда главы Березняков, а ныне депутата законодательного собрания Пермского края, началась работа по увековечиванию памяти Решетова. Был создан и установлен памятник, автором которого стал скульптор Юрий Устинов. Издано трехтомное собрание сочинений поэта. Сам фестиваль появился еще при жизни поэта. Одним из его организаторов в 2000 году стал председатель Березняковского литобъединения Иван Волков. Когда я предложил Алексею, говорю, вот хотим назвать фестиваль твоим именем, он мне говорит, старик, так я еще живой. Я говорю, так вот и хорошо, что ты живой. Чтобы с тобой живым надо пообщаться. В этот день к подножию памятника возлагаются цветы в знак памяти о Решетове. Я растворяюсь, как капля в воде. Я знаю, что буду всегда и везде. От отцов-основателей к молодой поросли талантов. От памятника отправляемся вместе с литераторами в Дом учителя, где собрались для подведения итогов финального аккорда фестиваля Решетова и его участники, жители Челябинска, Башкортостана, Ярославской области и Прикамья. Новшество юбилейного фестиваля, выставка работ участников номинации «Живописная поэзия». Тут авторы стихотворений впервые могут увидеть, какими видят их произведения люди рисующие. Вот, например, картина на стихи Петра Шалаумова. Это было для меня неожиданностью, что так получилось. Но это очень приятно. Это значит, что людям нравится. Одним из первых заглянул на эту выставку и депутат законодательного собрания Пермского края Игорь Попков. И был приятно удивлен, ведь новое мероприятие весьма гармонично дополнило фестиваль. Это знаковое мероприятие для нашего города и для Пермского края. Во-первых, потому что здесь встречаются талантливые люди, которые могут получить оценку своим новым творческим изыскам. И вторая тема – это как раз дает возможность вновь приобщиться к творчеству нашего любимого поэта Алексея Леонидовича Решетова. Я очень рад, что вот уже юбилейный наконец-то состоялся фестиваль. В главном зале Дома учителя Игорь Валентинович вручал награду одному из организаторов нынешнего фестиваля – Наталье Багаудиновой, заведующей Центральной библиотекой Березняков. Ну, я думаю, конечно, это почетно. И почетно, значимо для любого человека. Когда человек получает какую-то награду, это всегда приятно. Долгожданный финал фестиваля. В новой номинации «Живописная поэзия» победителем стала Наталья Давыдова. А в прозе и поэзии было сразу по три лауреата по трем возрастным категориям. Самому юному победителю было всего 10 лет, самому взрослому – уже за 80. Однако безоговорочное лидерство и первые места в обоих номинациях получил только один человек – жительница Березняков Ольга Гунина. За два года накопились достаточно сильные тексты. Я ставила на них очень в большой степени и очень бы расстроилась, если бы у меня не получилось наконец-то взять эту непокоренную высоту, первое место в поэзии, в которой я каждый год, последние года три соревнуюсь со своим лучшим другом Михаилом Куимовым, который до этого был и победителем, и лауреатом решетовских встреч. Стоит отметить, что этот фестиваль был весьма и весьма долгожданным. Таких мероприятий особенно не хватало во время пандемии. Памятные мероприятия в честь Алексея Решетова будут идти в течение апреля в библиотеках Березняков. Это и станет продолжением фестиваля, который состоится в следующий раз только в 2022-м. Любовь Битнер, Никита Игнатьев, Наши новости. Ну а сегодня, 5 апреля, все стихи и песни Кизилу. Город отмечает свой юбилейный 95-й день рождения. Именно 5 апреля 1926 года из рабочего поселка Кизил был преобразован в город. От души поздравляем всех его жителей. И процитируем пожелания главы Андрея Радыгина. Созидательных идей, больших реализованных проектов и шахтерского несгибаемого характера. А чем еще для жителей Верхней Каме запомнился этот день в разные годы, узнаем из рубрики «День в истории». В этот день, ровно год назад, наша телекомпания перешла на совершенно новый и непривычный для всех нас уровень подачи новостей. В пандемии жесткие ограничительные меры актуализировали такие темы, как, например, где взять маску, как сделать макияж дома. Кроме того, на пике популярности оказались онлайн-фитнес, удаленные образовательные программы и, конечно же, музыка. Все это и не только стало фишкой свое ТВ в период карантина. Перенесемся в 2014 год. В этот день в Березняках состоялся массовый пикет, на который вышли десятки человек совершенно разных наций. Повод страшный. Нападение боевиков на мирных армян в Сирии. Накануне в Кесабе сотни бандитов напали на людей и на глазах у родственников зверски убили около 80 человек. Эти шокирующие кадры из интернета буквально взорвали общественность. Все, кто мог, пришли поддержать армян в сквер на первостроителей. На пикет приехали люди разных национальностей, представители из Перми, Лысевой и других городов края. Именно в этот апрельский день ровно три года назад мы рассказывали нашим телезрителям о березняковской звездочке легендарного юморитического киножурнала «Ералаш». 11-летней юной актрисе Кире Леонтьевой удалось покорить своим талантом самого Бориса Грачевского. Наша землячка стала призером ежегодного фестиваля «Ералаш», главной целью которого стал поиск новых ярких персонажей. Кира Леонтьева, воспитанница музыкального театра «Росинка», получила главный приз. А еще сегодня очень горячий и вкусный праздник, ведь 5 апреля отмечают день супа. Наша съемочная группа узнала интересные факты об этом блюде, поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного аппетита. Мммм, вкусно, ведь это самое популярное блюдо в мире, то, что пробовал каждый. Суп сегодня считается неотлемлемой частью ежедневного рациона питания каждого. Название происходит из французского словаря, ну а первые упоминания были 100 лет до нашей эры в Китае. На сегодняшний день в мире насчитывается примерно 150 типов супов, которые подразделяются более чем на 1000 видов. Один из супов-рекордсменов приготовили в Перми в 2016 году. На мероприятие приехал глава Книги рекордов России, который зафиксировал самую большую кастрюлю в нашей стране, объемом 1927 литров. Самый дорогой в мире суп, который считается деликатесом в Малайзии, Вьетнаме и Китае, называется суп из ласточкиных гнезд. Его действительно готовят из слюны ласточки, которой они скрепляют свои гнезда. Суп-прыжок Будды через стену подается в Лондоне в китайском ресторане. Для его приготовления требуется 5 дней, а одна тарелка стоит 214 долларов. Суп-рекордсмен, конечно же, поражает. Но сейчас я расскажу вам 5 лайфхаков, как необычно использовать суп. Суп – это отличный подарок на день рождения. Happy birthday to you! Суп – это отличное средство для знакомства с любой девушкой. Привет! Суп – это уникальная маска для лица. Если разлить суп в маленькие контейнеры, то зимой они не дадут замерзнуть ножкам. А летом от жары вас спасет замороженный суп. Отлично заменяет мороженое. Надеюсь, теперь вы по-другому взглянете на это блюдо. И сегодня, в день супа, я вместе с вами поднимаю ту ложечку за его историю. Кушайте вкусно. И помните, суп – это совсем необычное блюдо. Дмитрий Москвин, Никита Игнатьев. Наши новости. Что ж, и к этому часу у меня все. Напомнили, что сейчас на нашем телеканале выходит больше новостей. Теперь мы вещаем для вас не только вечером, но и рассказываем о самых актуальных и горячих темах первыми, трижды днем, в 12.45, в 14.45 и в 16.45. С вами была Ольга Максименко. Желаю вам прекрасного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова